Меня зовут Ван Андрей Петрович, общий стаж строительства более 30 лет. На сегодняшний день я работаю в должности инженера строительного контроля. Добрый день, Валерия. Мы находимся на территории стройки жилых домов. Поскольку идут в разгаре строительно-монтажные работы все, поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности. Начинаем. Вот оденьте, пожалуйста, каску. Хорошо, спасибо. Андрей Петрович, мы теперь готовы изучать ваше владение. Расскажите, с чего начинается ваш рабочий день? Какие объекты обязательны к посещению строительного надзора? Начинается с общей планерки. Собираются все прорабы, мастера, где планируется текущий день и ближайшие дни по работе. Соответственно, там, где идут работы, нужно прийти туда и смотреть, что делается и как делается. На сегодняшний день это какие объекты? На сегодняшний день вот это все четыре жилых дома. Строится автостоянка. Функции стройконтроля. Самая главная заповедь строителя – делай все по чертежу. То есть вот и состоит наша главная задача – проверять ход строительства с тем, чтобы все работы выполнялись именно в соответствии с строительством. Поскольку строим мы жилые дома, там, где будут жить люди, ну, 18 этажей жилых, больше 170 квартир в каждом доме. Большое количество людей, да, это огромная ответственность. Все должно быть правильно, качественно и долговечно. Почему в СССР строили только пяти- и девятиэтажные здания? Все дело в том, что до 1970 года нужно было построить много домов. По расчету санитарных норм выяснилось, что человек может самостоятельно, без вреда для здоровья, подняться только до пятого этажа. С 70-х годов такой подход изменили. Однако и тут пришлось усмирять аппетиты. Лестница пожарной машины доставала только на 27-30 метров. Поэтому дома решили ограничить девятью этажами. За всю жизнь Андрей Петрович построил более 100 объектов. Дома, заправки, проекты для Министерства обороны и железной дороги. Работал и от собственной фирмы, и в найме. Сейчас инженер следит за тем, чтобы здания не только быстро, но и правильно росли вверх. Все согласно проекту. И вот на пустыре, где когда-то косили траву, под его чутким контролем вырастает целый микрорайон. Магия не иначе. То, что строится сейчас, это достаточно новая технология строительства для Забайкальского края, где у нас полностью наружные стены практически бетонные. То есть в Чите таких нету больше. У нас в основном колонны, пилоны наружу кирпичом закладываются и утепляются. В этом есть удовольствие, что увидеть, что долго-долго думали, как это сделать, Попробовали, сделали и получается. Строили, строили и наконец построили. Чемурашка же. Инструмент, с которого начинается контроль электронный уровень. Например, уклон стены допускается по проекту не более чем на 15 мм. Проверяем. Проводится первый этап контроля. После снятия опалубки, вот просто берем уровень и проверяем отклонение фактическое. Фактическое отклонение вот в данном месте 2 мм на 2 метра. То есть это очень хорошо. А теперь идем с проверкой в сам многоквартирный дом. Передвигаться тут на самом деле немного страшно. Кажется, что лестница парит в воздухе, как в Гарри Поттере, а под ногами пропасть в несколько этажей. Вы никогда не боялись высоты? Нет, по молодости даже ради, ну как сказать, не интереса, а просто была необходимость, на оббашенный экран залезал нас конец стрелы. Ой, кошмар. Там находится прожектор, надо было поменять лампочки. Андрей Петрович, а сколько в день нахаживаете шагов или даже километров? Когда приходится вот все проверять, мы меряем здесь этажами. Получается где-то вот по лестнице только 80 этажей где-то, ну и плюс по этажам. Это не считая того, что еще по улице. Приложение выдает порядка 20 километров. Мы с вами пока идем, мне кажется, мы в фильме приключения Шурика. Вот стройка, вот эти вот недостроенные, когда еще? Мы на самом деле действительно находимся в доме, который идет в стадии уже активной отделки, подготовки к сдаче. Здесь уже выполнены и стены, и перегородки, и уже они оштукатурены. Сейчас уже подключили радиаторы отопления, то есть мы подошли к стяжке полов. На этом этапе что проверить? Первоначальный, конечно, был этап, это на стадии бетона. После этого, когда появился кирпич, мы следили за тем, чтобы было выполнено и армирование. Вот все узлы крепления, чтобы они были на месте, они все прописаны у нас в проекте. Ну и, конечно, чтобы они стояли ровно и все швы были заполнены правильным раствором, не было пустошевки. И от этого, наверное, зависит тепло. Тепло, конечно, это качество, это и несущая способность. Вместо голого бетона жильцов будут ждать уже полностью отштукатуренная квартира, от застройщика. Приятный бонус еще и в том, что каждая стена проверена лично Андреем Петровичем. Всегда все выдает свет в отделке, любая штукатурка. Вот вы даже видите, нам свет выдал бы, если бы какие-то огрехи были, все это было бы плавало, неровности. Лампочку на палочку в советские времена и пошли светить. Раньше такой был контроль, да. На сегодняшний день объективный контроль, он, конечно, усовершенствован, не стоит на месте. Так смотрите, вам что нужно, прям каждую стеночку ходить? Каждую стеночку. Правда? Да, потому что сейчас жильцы все умные, они же приходят сюда с представителями, либо с такой же, либо еще покруче, и они проверяют все. Поэтому мы должны быть на шаг впереди их, все предугадать их, скажем, пожелания, и к чему они могли бы придраться, чтобы это изначально убрать. Была история, лет, наверное, больше десяти назад, мои добрые знакомые взяли ипотеку и купили квартиру. Но они купили ее в черновом варианте, и штукатурка там корявая, и что-то тут не нравится, и полжизни еще выплачивать ипотеку. И вот они меня попросили, пойдем посмотрим. Когда мы вышли, они оба грустные, я вот спрашиваю хозяйке, говорю, Татьяна, тебе вот сейчас посмотрела, наверное, захотелось заплакать. Она говорит, точно, вот такие у меня эмоции. Это и есть самая главная задача, чтобы люди радовались потом этому приобретению, тем более все понимают, что это очень недешевое. И так Андрей Петрович обходит с электронным уровнем почти по 22 тысячи квадратов одного дома. Кстати, еще одно ноу-хау этого микрорайона – балконов тут нет. Да-да, теперь хранить лыжи, самки и банки под варенье на драгоценных квадратных метрах не модно и непрактично. Вместо него теплая лоджия под кабинет или школьный уголок. А вещи можно хранить в кладовке, она есть в каждом доме. Это же не бизнес-класс, это ближе к эконому, но люди все равно должны жить хорошо. Это наше общество, это от настроения в обществе, как кто проснется, как кто выйдет на улицу. И наша жизнь зависит. Надо максимально идти в ногу со временем. То есть, конечно, смотреть, где что новое, насколько это возможно применить, насколько это и нужно с точки зрения практичности и материальных затрат. При всем этом нельзя отходить и от норм и правил строительства. То есть нарушение их может привести к очень печальным последствиям. Но вы за этим следите. Это наша работа. Зачем в советских квартирах ставили окно между кухней и ванной? Некоторые считали, что это было сделано из соображений безопасности. Другие считали, что окно сделано для экономии электричества, потому что из кухни шел свет. Но самой распространенной причиной была дезинфекция помещений. Ведь в те времена люди часто болели туберкулезом. Это у нас восьмой этаж, да? Да, восьмой этаж. Мы еще не дошли даже до половины здания. Вау, какая красота! Даже отсюда чудный вид. Особенно, когда тихая, спокойная погода, солнышко светит. Но глаз радуется. Часто удается во время работы вот так постоять, полюбоваться? Нет. Вовсе нет. Потому что когда работают, это надо все фактически бегом-бегом. Практически без выходных, пока идет строительный сезон. Отпуск у всех будет зимой. Всю зиму будем вот внутри все это доделывать уже, как бы наводить красоту. И у вас, наверное, это еще и бумажная будет работа. Это обязательно. Бумажная ее никто не отменял. Она постоянно идет, она не прерывается. У нее нет сезонности. Ножками прошел, появилась бумажка. Вот и все. То есть бумажка – это результат обходов. Андрей Петрович в своем плотном графике успевает принимать выпускные экзамены у строительного отделения в Читатибе. Говорит, последние 2-3 года у студентов есть интерес и желание работать, а не просто получить диплом. Приходят к нему на объект и его студенты. Всегда рад видеть молодых. Ведь тут их очень не хватает. Например, среди прорабов. Востребована сейчас профессия строительства? Строительная профессия, она очень востребована. Вот мы тоже постоянно ищем прорабов. Это тех, кто с образованием. Но даже без образования простых строителей. То есть мы же понимаем, что был Советский Союз, и все строили мы, все своими силами, своими людьми. Перестройка прошла, разрушили систему образования, систему строительства. Но на тот момент нас выручил Китай тем, что были дешевые китайские строители. Хотя, честно говоря, этим они, наверное, окончательно добили нашу стройку. Что своих-то специалистов и не стало. Таких, как вот каменщики, бетонщики. На стройке работает и его сын. Помогает ему в стройконтроле. А сам Андрей Петрович теперь больше занимается планированием. То, на что времени всегда не хватало. На внутренние инженерные работы на стройке удается собрать небольшую бригаду из России. А в основном трудятся рабочие из-за рубежа. Основную работу по возведению зданий выполняют бригады, которые состоят в узбеке, таджике, есть часть китайцев. Помогают им русские, но не держатся они долго. Надо бригаду собрать 35-40 человек, отработать весь сезон с одним выходным и по 12 часов. Это тяжело, но у нас не готовы люди к этому сейчас. А вы знали, что в 30-е годы в Москве начался настоящий бум переезда. Застройка шла, а места для новых проектов не было. Приходилось либо разрушать, либо передвигать дома. Один из таких – памятник архитектуры «Савинское подворье», построенное в 1907. 23-тонный дом на специальных катах перенесли за одну ночь. Да так, что жители заметили только утром. Это наш второй рабочий инструмент «Теодолит». С его помощью мы определяем вертикальность стен. Вот у нас стены и любых элементов. Для нас он важен особенно, потому что у нас высотное здание. Фасад должен получиться у нас ровный и красивый. Вот у нас окно. И если мы будем его поднимать или опускать, мы уйдем на другие этажи. Нам надо стопать, чтобы они были друг подвозны. То есть, таким образом идет контроль уже вертикальности окон. То есть, мы понимаем, что где-то надо окно сделать пошире. Да. То есть, у нас все должно, в оконцовке все окна должны быть одинаковыми. Андрей Петрович – командный игрок. Всегда привык не отклоняться от уровня, быть на высоте, работать слаженно, в едином, как часы, механизме. Поэтому и вид спорта выбрал соответствующий. Встал на коньки в 45 и влюбился в хоккей. Мужчина уверен, что тот, кто выбирает работу на стройке, всегда будет востребован и найдет дело по своим предпочтениям. Архитекторы, инженеры, электрики, отделочники, каменщики, водители большегрузов, крановщики – всех профессий, которые всегда нужны, не перечесть. В душе человек должен быть созидателем. Потому что он выбирает свою профессию, очень полезную, очень нужную, необходимую. Что это нужно, ну, не только вот ему нужно настроиться, и если он готов свою жизнь, ну, посвятить тому, чтобы приносить пользу обществу. За что лично вы любите свою работу? Я считаю, что я на своем месте, и это самое главное, вот это и приносит радость от существования, удовольствие, быть на своем месте и работу свою выполнять хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok